Родители волнуются в сторонке, а их дети уже выстроились на плацу. День знаний и начало нового учебного года в Суворовском училище совпал с вручением алых погон молодому пополнению. Ровно 60 лет назад свои знаки отличия получили первые кадеты на Дальнем Востоке. Именно тогда СВО из Курска перевели в наш город. Это очень знаменательный день в жизни каждого суворовца. Этот погон, который будет вручен вам сегодня, хранит каждый настоящий суворовец на всю жизнь. 80 мальчишек со всего Дальнего Востока пополнили российское кадетское братство. С алыми погонами эти ребята в форме становятся настоящими суворовцами. Товарищ майор, суворовец Петюшков, по вашему приказу. Поздравляю. Пять минут, чтобы поздравить сыновей и помочь надеть первые погоны. Родители волнуются и гордятся своими маленькими мужчинами. Очень важный день вручения погон. Вообще очень рады были, когда он поступил. Счастье и гордость за сына. За то, что смог. За то, что пробился. Сам пробился. По утрам тренировался, подтягивался, бегал. Очень хотел. И у него получилось. Военным хочу стать. Поступить в военное училище. А в какое бы хотел? Да, не думал пока. Либо танкистам, либо десантникам. Мне нравятся танки и десантные самолеты. С большим праздником в жизни новоиспеченных суворовцев мальчишек поздравил глава администрации Евгений Корж. Он и сам когда-то прошел этот путь. Дорогие ребята, вы счесть и достоинством выдержали вступительные самолеты. Это ваша первая победа. Уверен, впереди таких побед будет еще немало. Чтобы юные суворовцы окунулись в военное дело, парни старших курсов устроили показательные выступления. Рукопашный бой – неотъемлемая часть подготовки. А чтобы закрепить посвящение, мальчишки дали клятву суворовца. Клянемся! В Уссурийском суворовском училище сейчас обучается 506 парней. Прошлый учебный год почти 30 человек закончили без нареканий. Парням вручили нагрудный знак «Отличник учебы». Может быть, к этим суворовцам в следующем году присоединятся и новые воспитанники. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс.